Ну а тему мы продолжим сейчас с Людмилой Ковалевой, заместителем председателя Ялтинской городской общественной организации «Ветеранов». Доброе утро, Людмила. Добрый день. Людмила Федоровна, как удается в нынешних условиях провести в вашей организации запланированные события? Вы знаете, время освобождения Ялты, так же как и в других городах Крыма, всегда отмечалось очень ярко и широко. Мы готовились к этому празднику, многое сделано по сохранению и восстановлению памятных досок, памятников, мест захоронений. Школьники многое сделали. Проводился праздник 26 улиц, которые носят имена героев партизанского движения. Это всегда ярко все отмечалось у нас, но в связи с коронавирусом, в связи с ограничительными мерами общения с людьми, будут мероприятия проведены очень скромно. Возложение цветов в ограниченном количестве сохранения всех безопасных моментов, которые были рекомендованы главой республики и в указе президента находят отражение. Поэтому возложение цветов на месте гибели танка капитана Малышева в Никитском саду, у Никитских ворот на трассе и у памятной доски в честь этого события освобождения Ялты, здания администрации. Но ведь не важно только, не так, наверное, важно сегодня в этих условиях возложение цветов и вот те мероприятия, которые мы раньше ярко проводили. Сегодня важно дойти до каждого ветерана и обязательно поздравить с этим праздником. И это будет сделано. Учитывая, что освобождение Ялты 16 апреля 1944 года было пасхальным днем, депутаты городского совета, волонтеры вручат освободителям Ялты, всем ветеранам вот эти праздничные пасхальные куличи. Никто не будет не забыт в режиме телефонном, с помощью других средств информации, все это будет сделано в соцсетях. Главное — дойти до души ветерана и показать, что мы не забыли, даже не показать, а сделать это. Вы знаете, то, что в душе ветерана, наверное, это самое главное. И дойти до этой души, до сердца ветерана, что мы помним, чтим и никогда не забудем. Вот это вот будет все самым главным. Совет ветеранов приготовил фильм, который посвящается 76-летию освобождения Ялты. Это документальные кадры освобождения Ялты. Пройдут все кадры, связанные не только с 44-м годом, но и лица тех людей, которых уже нет, светлая им память. И те, кто сегодня живет, они дадут интервью, и мы поздравим всех вот через наше телевидение. Вы знаете, этот праздник очень трогательный. Трогательный, потому что с освобождением Ялты связана вся наша последующая жизнь. И так же, как и в других регионах Крыма, это очень важно не забыть и передать следующим поколениям о тех, кто вот дал нам жизнь, дал свободу и независимость. И вот та весна, крымская весна, тесно связана весна 44-го, и крымская весна не была той весны освободительной. Была бы ли это крымская весна? Поэтому мы празднуем вот эту весну в Крыму очень ярко. Ветеранам еще были вручены памятные медали 18-го числа, вот в период крымской весны, когда мы отмечали шестую годовщину крымской весны. Поэтому празднуем, независимо от того, что вот такая ситуация сложная. Людмила Ковалева, к сожалению, время, простите, что перебиваю, но время нашей беседы, к сожалению, ограничено. Вам огромное спасибо за такие теплые слова, за такие масштабные стремления, нужные действительно. Ну и нашим гостям, телезрителям, хочу напомнить, что сегодня на прямой связи это утро вместе с нами встретила Людмила Ковалева, заместитель председателя Ялтинской городской общественной организации ветеранов. Продолжение следует...